всем привет решил записать видео в общем мою жизнь так изуродовали полностью все абсолютно социальные связи родственные то есть полностью все уничтожили хотят обещают мне что я вообще там опущусь там полностью что до психиатрии там наведут что там не из помойки буду воду пить и там валяться и так далее много чего говорят обещаю обещаю на хочу сказать что мою личность уродуют эти ублюдки психотронные которые подключаются к мозгу человека и не мою личность просто истребляют просто пытки делают жесткие пытки психотронные как они называются также по телу половые органы обучают до 1 делают более так в теле но это можно терпеть конечно половые органы это у них нету перебора никаких моральных норм я даже любыми назвать уродует мою личность делают из меня какого-то другого человека то есть абсолютно привычки мне не свойственные то есть делают из меня такого выглада делают из меня хотят просто опустить не хотят а уже опустили мой интеллект мне уже сложно соображать понимать то есть своим мышлением которые которые которым которыми наработанное годами весь мой жизненный опыт пришли какие-то люди и они его уродуют то есть определенным оружием как я знаю оно называется волновое я являюсь целевой жертвой то есть целевой мишенью куда бы я не пошел где бы я не был всегда начинается какой-то шорох то есть перегляды и так далее я конечно не знаю там как все действительно происходит знаю что этот как он dark нет существует то есть темный интернет для своих там позорить людей не знаю вот за последние три месяца конечно три с половиной мою жизнь жестко из просто изуродовали другого слова не найдешь еще происходит что вообще изменя то есть не то что быдло какого-то с ограниченным интеллектом хотят сделать и есть как я упоминал в каком-то не в каком-то в определенном не видел смена идентичности то есть зачем-то эти процессы могут делать человеком то есть поменять ему идентичность то есть ты будешь другой человек то есть душу твою поменять а душа есть у человека пусть не пиздят что у нее нет в том числе я назову так что это электронный харизмонт понятно это иностранное слово его не сильно понимаю ну то есть электронная слежка но таким образом электронной слежкой читаются мозги человека читаются мозги и определенные ситуации то есть делаются неприятные какие то то есть о чем ты думаешь то есть связанные с твоим мозгом то есть как-то вот решили я так назову что с богом на играют человек то есть божий промысел я так считаю что бог подсказывает человеку что делать в определенной ситуации к примеру дает какие-то знаки может давать иногда может быть даже я не знаю я знаю что думал так что всегда что языком жизненных обстоятельств да он наверно так дает я как бы почувствовал я понимал что такое бог кто такой бог и нельзя назвать даже словом то есть а эти нелюди играют с богом по-другому их назвать нельзя как я писал ранее где-то я записывал на что развитие для человека имеет неважную роль именно этот момент я считаю связан с богом мышление все это переворачивается это просто издевательство над душой человека просто истязание жизни это понятно истязание мозга если я раньше да допустим достаточно на любые неприятности мог реагировать ну с каким-то позитивом с каким-то со своим под своим углом восприятия не самым плохим а эти уроды такие меня прям делают абсолютно то есть абсолютно наверное другим человеком терпеть эти издевательства конечно очень сложно если три с половиной месяца назад у меня было достаточно друзей знакомых я все равно конечно предпочитал одиночество всегда больше как-то а и еще скажу что у меня такой религиозный пси-террор я поэтому эту тему и решил затронуть он наверное у всех религиозный но я так считаю что на меня то есть они не брезгуют вот эти ну как сказать не люди ублюдки я их назову так они не брезгуют даже там какую-то магию использовать то есть вот такие вот есть вот такое есть на свете почему люди то есть находятся бывает такое что с голосами в голове я до сих пор не могу ответить точно на этот вопрос но предполагаю что здесь действительно какой-то то есть какие-то вещи о которых стоит задуматься люди то есть с определенными какими-то врожденными талантами зачем-то им делаются делаются эти голоса в голове и то есть до конца дней жизни эти голоса не проходят ну сколько там я читал про это достаточно то есть всю жизнь таблетки пьют и ничего не проходит просто человек становится такой асоциальный то есть не видишь в нем допустим в ком-то который так употребляет таблетки к примеру живого человека зачем эти эксперименты проводятся я действительно не знаю может быть действительно дело в боге и так плеванули в него может быть разные версии у меня есть но я склоняюсь более к этой еще предполагаю что делают то есть на целевых людей кто слышит голоса также кого родует мышление да жизнь делаются ставки какие то то есть сколько человек может протянуть времени то есть сколько он выдержит и как он будет себя вести если он в жизни будет терять по чуть-чуть то есть абсолютно то есть даже до души доходя то есть как он будет себя вести выживать как он мне по случайности повезло посмотрите этот фильм голодные игры говно это это примерно такое же делать с человеком берутся умные интеллектуальные люди я всегда был достаточно умен я не этим этим не хвастаюсь и меня всегда окружающие таким таковым считали и смотрят как человек как если уродовать интеллект человека делать его там то есть убивать интеллект навыки социальные а как он будет себя вести в данном эксперименте куча много различных действий применяется в отношении целевых мишеней то есть делаются моменты чтобы довести до такого если у меня допустим действительно очень критическое мышление на мир всегда было абсолютно анализ всей сейчас язык не так подвешен как раньше но буду говорить как есть стараться если я всегда старался все критики то есть с критической точки зрения смотреть анализировать думать то мне это запретили думать сейчас нельзя во время так то есть сделать из человека робота возможно банальные какие-то вещи скажу что все из всех хотят роботов сделать если эксперимент программа компьютерная ну или искусственный интеллект как он называется если обходишь своим каким-то жизненным опытом то есть их не то есть зла намерения в отношении то есть моих мозгов да к примеру то наоборот ужесточают режим какие-то более хитрые планы манипуляции человеком делают у меня достаточно большой жизненный опыт и с помощью аппаратуры можно делать что свой опыт можно даже не помнить расскажу расскажу немного свою историю психолог в 2012 году по каким-либо причинам по своим там взяли меня под эту обработку как-то все по началу происходило само собой я внутренне чувствовал действительно мне дали понять по компьютеру по компьютеру дали понять что что за мной ведется наблюдение у меня компьютер полностью взломан был вспомнить тогда еще касперский был сетевые атаки постоянные какие-то угроз не было прям прям прямые в компьютере но были прям такие намеки что дела у меня плохо не очень вот с этого все началось встречался с девушкой в это время жениться собирался я ей рассказал а вот ну или я не помню там до рассказа моего или после рассказа в общем настолько испугалась этих заговоров там или что она там подумала что вся любовь в общем пропала вот такое бывает вот и в общем испарила ведь девушка началась другая жизнь ходил где-то в церковь какой-то мне такая церковная девушка мне ее хотели впарить ну я это чувствовал то есть и не интуиция я чувствовал я не знал что такие процессы могут в мире происходить что за человеком могут наблюдать то есть какие-то опыты проводить всю жизнь или даже я слышал что поколениями могут когда из поколения в поколение то есть то есть то есть рот берется или конкретный человек точно моментов не знаю да про девушку я рассказывал не стал общаться я с ней что что еще в основном уединенный образ жизни я выбрал хотел хотел вначале как-то уехать но у меня не получилось по определенным причинам именно именно внутренним чутьем чувствовал что что вот такая такое может быть в жизни как донк сталкинг что далее происходило с родственниками конечно с родственниками конечно это обработки с родственниками конечно ну не про родственников не буду далее что ганг сталкинг 2012 я расскажу об этом я не смог уехать из России 2012 году хотя сейчас знаю что эти группировки по всему миру спонтанное видео я передумаю рассказывать на эту тему что было далее такого чтобы прям я не могу вспомнить что вытяненный образ жизни да были люди которых я не хотел иметь как друзей и при которые набивались мне друзья и прочее далее как происходило моя жизнь дома меня стали то есть туля облучать меня стали я уже не помню снял одно место чтобы дома не находиться это это еще до открытой фазы было там какая женщина снимала тоже соседка я пока еще тогда не знал что так все глобально прям что из-за меня могут снять рядом еще и я спрашивал других снимать давно сказали давно вот и с ней начал встречаться и как раз такая в моем вкусе что постарше там то есть мои вкусы там изучили все это прочее потом конечно мне было сразу понятно что человек с какими-то своими целями рядом со мной находился я и и я в тем я лично и конечно подробности буду рассказывать об этом видео меня тоже только физически тянуло просто наверно как-то так все получалось тут сзади соседи мешать будут потому что целевая мишень это не просто так когда меня пустили в открытую фазу я начал общаться с этими точнее не я начал а со мной начали общаться без моего желания продлилось это очень долго не на то есть какие-то позитивные мне программы оставили что я там мне это не смешно было но что то то есть такое прям говорили что смеяться конечно это не смешно это пытки то есть разные такие наверно в плане эксперимента что-то делать ну попытки мозга смысле в этом плане что-то и ты не хочешь с ними общаться а с тобой общаться да два года это продлилось действительно не буду объяснять что было на протяжении от 2015 до 2017 года но это было очень жестоко по отношению к человеку к любому не буду объяснять морали кто там чего заслуживает или не заслуживает 2017 мне после этого длительный двугодичный двугодичных то есть что мое время заняли да и что вот так пытали ну пытали то есть по разному можно назвать то есть говорю о времени людей жизнь занимает какие-то посторонние люди они они тратят ваше время мое мое время они тратят да и они хотят уничтожить и убить человека может быть сейчас у меня время не такое драгоценное ну а вообще у каждого человека время драгоценное и его нельзя забирать вот так просто выбрать захотелось да вот тебя забрали время а ты хотел ты хотел время отделить с другим ты хотел с человеком с каким-то с настоящим выделить свое время хотел какие-то свои и может сказать свое удовольствие время проводить то есть то есть то есть свои своими делами заниматься то есть значит после семнадцатого года мне включили лояльный режим так называемый не сильно он лояльный конечно сейчас я уже понимаю что тоже девушку подсунули работа работу которую хочу на которой хотел работать не давали какой-то то есть чем ниже чем хуже работают тем и лучше то есть конечно дело в том что конечно хочется быть хозяином своей жизни не таким что тебе кто-то подсунул подсунули друзей тоже там подсунули друзей тоже там подсунули я это воспринимал как ну пусть если я довольствием на интуитивном обороне просто воспринимал на не такие вопросы задавал думаю человек если подсунут думаю он ответит так то есть а вопросы там обычные какие-то ну шарик там политики там я уже не шарю таким уже сделали вот и что-то то есть спрошу думаю так ответит значит он засланы а казачок это там явно не просто так в общем какой-то игрушкой я себя ощутил подводя итог своей жизни то что кстати имеет хочу сказать и не говорю что уродуется во мне логика интеллект образ мышления то есть я чем-то был вреден да и этой системе этому миру своим присутствием причем обычный человек разные были ситуации за время террора за время все террора при том что я бывший спортсмен ну как там медали не за не брал не не было такого да ну легкой атлетикой я очень активно всегда занимался более того везде был лучшим в этом почему я это говорю спорт мой просто убили в двенадцатом году у меня разбили битой руку там за каких-то девок которые говна не стоили такие что и у меня то есть не смог вообще не то есть мне это сложно все делается чуть могу тоже за время террора да сталкинга у меня переломанные ноги ходить могу но они переломанные то есть небольшие расстояние могу проходить ну бегать даже могу что-то не столь важно также у меня это я не буду говорить не считаю нужно ну тоже наподобие поломанных ног ног последние три с половиной месяца ко мне применяется пытки что пытки тела в глаза дистанционно режут у меня есть видео фото и фото есть конечно если его не удалили из моего телефона много разных приключений на руку на руку на руке то есть руку зашили некрасиво я в стекло порезался руку зашили некрасиво тыкал мне своими иглами в руку которая у него которая у него соскакивает там месяца два назад произошло он говорит да это нормально говорит у всех типа иглы соскакивает но я думаю ладно случайность может правда а когда у меня руку зашил наполовину то есть от стекла порезанную я тут подумал действительно не что что-то не так я считаю что эти группировки или всего пойди как называют выражусь так что они вообще на всю клали с прибором то есть любого человека до кого-то нужно вверх поднять вот а вниз опустить в жизни то есть они решают эти все опыта кто будет наверху кто будет внизу даже самых успешных людей если их нельзя дистанционно убить то делается так чтобы или знаменитости даже делается так что мы конечно если знаменитость конкретно уже такие вопросы знаменитость всех затронул если то есть человеку надо как там мы все здесь на этой планете кроме 500 человек 500 500 тысяч да но все здесь лишние про знаменитости тему этого то есть какой-то бакость можно сделать чтобы какую-то неприятность то есть репутацию испортить для человека когда кстати из людей делают целевых мишеней как пел милаза то значит перед этим уничтожается образ жизни человека то есть ухудшается чтобы им самое главное выставить тебя то есть плохой если правильное слово в плохом ракурсе естественно репутацию да кому-то испортить да там я про знаменитости не думаю что это моя мысль ну в отношении себя хочу сказать что он держаться еще такой момент да для тех кого пытают над кем занимается психотронными пытками то есть если тебя убивают истязают то вообще не до какой жизни не до общения абсолютно ни с кем из меня немного наверное такого хотят сделать они называются я забыл диссидента что которые там думал по-другому не знаю может это видео им нужно чтобы на меня там какие-то то есть то есть не только их не аппаратура да с которой они лазит лазит которую с которой они работ работают человек может быть что у меня вообще то есть какие-то другие органы натравились на которые они кстати плевали органы внутренних дел на всех они плевали клали то есть они совершают сунду с кем-то просто играется у кого голосов нет сводят разводят пары как недавно слышал то есть делаю жизни которая то есть человек себя даже не знаю что в закрытой фазе что его жизни управляют когда-то открытая включается но это самая жесть конечно еще скажу что я в жизни был всегда достаточно уверен в себе человеком меня с помощью этой программы то есть делают таким неудачником там ну под пытками понятно что человеку будет неудачником последние эти три месяца три с половиной что не удавалось сделать за до 2003 вот уже что долгаться движет не пойму что не удавалось сделать за время за все время ганг сталкинга все террора чтобы человек чтобы человек спился там уничтожился за последние два месяца то есть июнь и июль им удалось это сделать со мной то есть немереное количество алкоголя у меня влилось могут контролировать полностью организм человека на мой взгляд что на людей просто ставки и в целях каких-то там военно-исследовательских опытов вот такое видео всем добрым людям всех бах удачи здоровья терпение это наверное жертвам потому что оно нам пригодится потому что оно нам пригодится меня кстати зовут Иванов Андрей я из второго оскола что не проходит но на самом деле вот это и это отец и и и и